Всем привет! Меня зовут Никита Зе, за камерой Тимоха, и это шоу Говнолого. В этом шоу мы будем разбирать логотипы, от которых тошнит и кровоточит глаза. Я расскажу вам, как отличить говно от него говна, и как из говна сделать конфетку. В первом выпуске я решил не мелочиться и разобрать логотип от всеми известного бать-дизайна Артемия Лебедева. В последнее время эта студия делает кучу некачественных, спорных, но хайповых логотипов. Для начала нам нужно зайти на сайт Артемия Лебедева и найти там самый ужасный логотип. Так, вот тут ищем, ищем, ищем. Фу, здесь так много дерьма всякого, что даже сложно выбрать какой-то прям самый ужасный логотип. Че так сайт лагает еще? Так, че ж такое найти? А, во, походу нашли. Бюро технических решений? Фу, какая-то жесть прям. Ну, идеально подходит. Какие там основные принципы у Артемия? Самый главный критерий, то, что он делает, должно быть хорошо, оно должно быть офигенным. Really, nigga? Будем разбираться, что же здесь не так. Главное в хорошем логотипе – вспоминаемость и моментальная читываемость. Ну-ка, давайте посмотрим на этот логотип 5 секунд и попробуем его нарисовать. Ну, вроде, сначала было вот так вот, потом вот так вот, потом так, потом так. А, нет, что-то совсем не то. Все из-за того, что у логотипа нет четко прослеживаемой идеи. Метафора теряется из-за безвкусных стилистических решений. Знак состоит из множества элементов и цветов, что подходит больше для иллюстрации, а не для логотипа. Композиция здесь просто ужасная. Она вся падает. Непонятно, что к чему относится. Да, можно экспериментировать, но эксперимент должен быть оправдан или обыгран в фирменном стиле. Здесь нет ни того, ни другого. В построении композиции, знака и текстовой части существует несколько стандартных решений. Вертикальная, веризонтальная и круговая композиция. В них мы четко видим, где находится знак, а где текстовая часть. Это помогает нам быстро сочетать и запомнить логотип. К тому же, их не зря использовать чаще всего. Какой бы ни была графическая часть, ее можно аккуратно связать с текстовой. Что не скажешь про логотип от студии Артемия Лебедева. Если вы хоть немного знаете о цитовом круге и о Ханса Итана, то вы понимаете, что эти цвета никуда не годятся. Они сходу уничтожают все колбочки и палочки в глазах. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что дизайнер игнорировал все правила сочетания цветов. Какие там триады, тетрады и комплементарные цвета. Дизайнер просто взял три ближайших цвета друг к другу с оттенками и покрасил в них логотип. Отличное решение. Отличное, чтобы наказать всех людей со вкусом. Крадиент? Серьезно? Алло. Кто это? А, да? Извините. Только что звонили из девяностых, сказали, что у них градиент украли. Мало того, что здесь он используется неуместно, так еще и смотрится плохо в фирменном стиле. Блять, вот здесь контур, а вот здесь градиент. И он идет вот так, понимаешь, не по контуру. А, да? Да. Презентации говорится. Логотип намекает на безупречное качество проведения мероприятий. Выразительные знаки угадываются направленные лучи цвета. Очевидная метафора технического значения. Давайте проведем опрос. Кто-нибудь заметил здесь безупречное качество проведения мероприятий? Даю вам 10 секунд, чтобы проголосовать. Ну вот, что и следовало ждать. Да, луч мы видим. Простая, но подходящая метафора. Конечно, можно поискать еще, но и с этим можно работать. Сейчас весь знак теряет свой смысл из-за стилистического решения. Почему луч обрывается? Почему луча есть контур? Почему градиенты луча не по направлению свечения? Все эти простые ошибки и мешают нам читать такую простую метафору. Итак, мы разобрали все проблемы этого логотипа и поняли, как делать нельзя. Но надо понять, как делать нужно. Используя все выводы по этому знаку, мы можем не совершать глупых ошибок и сделать красивый и рабочий логотип. Так, для начала нам нужно удалить логотип, который уже есть, и начать заново. Начнем с луча. Нарисуем такой небольшой шейп. Экран, луч сам. И так же, пошириваем немножко. Ага. Вот, у нас получился такой вот шейп. Нужно писать еще название. Побольше его сделаем. Покрасим в белый, чтобы было видно. Так, на флашку. Возьмем упирать шрифт. Сделаем его чуть потолще. Ага. Побольше еще немного. Сделаем пошире экран. Не-не, нужно еще немножко подвинуть. Вот и все. Вот весь логотип. Почему нельзя будет так сделать сначала? Идея не теряется. Зато динамичная форма. И вот у нас получился качественный, аккуратный и универсальный логотип. Гораздо лучше того, что было. Что это хуйня? Что это хуйня? А теперь посмотрим, как этот логотип будет выглядеть на носителях. Я не имею ничего против Артема Лебедева. Но я против использования своего влияния неправильно. Стоит ли этот мимолетный хайп на страченной репутации некогда известной студии? Для многих жителей России дизайн равно Артеме Лебедеву. А это значит, что что бы он ни делал, обыватель расценивает как дизайн в чистом проявлении. И это пугает. Вместо того, чтобы воспитывать в людях хороший вкус, студия Лебедева занимается паразитизмом. Делает для своих клиентов нерабочий, уродливый продукт и берет за это деньги. Все это на надежде срубить дешевого хайпа. Если так оно и будет продолжаться, то нас ждет ужасное будущее дизайна в России. Людей будет окружать уродливые вывески, баннеры и логотипы. А буквально через 10 лет на улицу нельзя будет выйти и не повредить себе глаза. В наших силах воспитать вкус в нас и в окружающих. Я понимаю, что в мою сторону полетит много негатива. И при этом я объявляю конкурс на самый изощренный и обидный комментарий. Победитель получит волшебное нюху. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. В общем, все эти ваши блогерские штучки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok